Януш Леон Вишневский самый популярный писатель современной Польши. Прежде чем стать писателем в 40 лет, он успел побывать матросом. У него две научные степени по химии и по информатике. Первый же роман, который увидел свет в 2001 году «Одиночица в сети», стал бестселлером во всем мире почти. Сегодня у нас есть возможность побеседовать с писателем. Он в Армении в рамках литературного фестиваля «Литературный ковчег». Здравствуйте, Пан Вишневский. Очень рады вас здесь видеть. Я очень рад быть в Армении. Первый раз в жизни. После выхода вашего романа, который вышел в свет 12 лет назад, первого романа, вы выпускаете по книге, практически по книге в год, да? Так получается? Так получилось, что в один год 2012 они издали три мои книги. Но можно сказать, что статистично одну книгу в год я издаю. Это правда. Первая книга, я понимаю, что материал для нее, переживания, эмоции копились долгие годы. Вы сказали в интервью, что в 87 году у вас была уже задумка этой книги. Что для вас изменилось после этой книги в писательстве? Изменилось, по-моему, много. Потому что эту первую книгу просто писал для себя. Честно сказать, я все книги пишу для себя. Никогда не вижу никакого читателя, читательницы, для которой я пишу. Я всегда хочу рассказать историю, которую я бы хотел прочитать. Я сам, Януш Вишневский. Но потом эти книги, они бросают меня, идут в мир и живут своей жизнью. Специально первая книга «Один начался в сети». Я не ожидал, что реакция на эту книгу будет так эмоциональная, так огромная, что она как книга неизвестного химика, информатика с Франкфурта на Майне будет жить своей жизнью у многих, у многих людей. Теперь пишу по-другому. Не так эмоционально, как писал сначала эта книга. Потому что я знаю, теперь мои книги будут изданы. Это вас сковывает? Это есть такие элементы, что не все можно продать, тоже информация о своей жизни. Потому что люди, читавшие книги, они все думают, что в героях или в главном герое есть автор. Первая книга была очень интимная. Много людей думают, что это очень автобиографическая книга. Я всегда рассказываю, что это неправда. Но больше я рассказываю об этом, больше люди не верят в это. Теперь я думаю тоже над книгой. Я не пишу такие абсолютные обсессии, эмоции, как ты писал первую книгу. Вы эмоциональный человек? Трудно мне себя сравнить с другими мужчинами. Я плачу в кино эмоционально. Я ищу грусти. Я никогда не пишу в моих книгах, я счастливый. Я должен быть немножко меланхоличный, немножко грустный. Надо подготовить это. Это не так, что я оканчиваю писать мою программу по химии и две минуты после того я начинаю писать книгу о любви. Это так не есть. Мне надо подготовиться к этому процессу. Я слушаю музыки, читаю поэзию. Прекрасный на грусть есть Есенин. Он прекрасный. Просто польских поэтов слушаю музыки. Пью стакан вина красного и начинаю писать свои книги. Эмоциональный, да. В моих книгах главная вещь это эмоции. Истории эмоций. Это самое важное. Я думаю, что люди ожидают теперь от меня этих эмоций в моей книгах. Особенно если учитывать, что большинство ваших поклонниц это женщины, конечно. Как вы к этому относитесь? Это просто объяснить. Потому что женщины читают больше, чем мужчины. Есть статистики в разных странах. Я живу в Германии, но знаю тоже статистики из Польши. 73% людей, которые купают книги, это женщины. 82% людей в библиотеках, которые берут книги из библиотеки, это тоже женщины. Издательство об этом знает. И написать в газете, что это женская литература, это тоже коммерческая. Я пишу эти книги для людей. И не для женщин, и не для мужчин. Мужчины хотят читать о эмоциях. Они думают больше о эмоциях, чем мужчины. И поэтому они открывают в моих книгах то, чего они ожидают. Эмоции, любви. Курт Ваннагут сформулировал правила для написания хорошей книги. Конечно, никакой автор не может написать хорошую книгу руководствуясь какими-то правилами. Не в этом талант. Но есть ли у вас свои правила какие-то? Вы вывели для себя какие-то постулаты, которым стараетесь следовать? Первый постулат – это правда. Может, это для вас не такая важная, но для меня всегда важная. Потому что я пришел в литературный мир, научный мир. Это важно, что есть правда. Если я пишу, что, например, в книге «Бикини», что герой нашла одного места в Дрездене. Эта книга начинается в Дрездене во время бомбардировки Дрездена. И полчаса до другого места в Дрездене читатель может мне уверить, что это было полчаса. Потому что я за стопером, с часами помирил это. То есть, правда не только чувств, но и фактов. В фактах, абсолютно фактах. Для меня это самое важное. Потому что, может быть, это генетически как-то в меня. Если есть информация, эта информация должна быть правдой. Я теряю, для некоторых теряю много времени, чтобы эту информацию получить. Подготавливаюсь очень долго на написание книги. Если есть какой-то амбиент, если есть какая-то комната, о которой я рассказываю. Я был в этой комнате, я видел и светло, и чувствовал, и нюхал эту комнату. Я знаю, какая мебель где стоит. Это для меня важно. А что еще? Важно тоже, чтобы не помогать читателям. Чтобы не писать, что они ожидают. Если мне получилось, что я написал, что они ожидали, это прекрасно. Но я не пишу это, чтобы им понравиться. Потому что, так мне счастливо получилось, что я могу жить без писания книг. Я зарабатываю мои деньги за мою науку. От книг, от продажи книг не зависит ничего. Просто ничего в моей жизни. Что еще? Самое главное в моих книгах, это не язык. Я не подготовлен писать красивым языком. Самым красивым языком. Мой язык нравится людям. Но есть авторы в Польше тоже, которые пишут о ничем. Но так прекрасно, что человек хочет тоже это читать. У меня самое главное есть история. Рассказать историю, о которой я узнал. Я бы сказал, 90% историй, о которых я рассказываю, кому-то нибудь случились. Я только их подслышал, принимал в них участие, как на первом фоне или на втором фоне. И теперь рассказываю об этих историях. История самая важная для меня. А не мешает литературу вашей научной деятельности? Моя научная деятельность помогает мне в литературе. Литература мешает в одном смысле. Она отбирает мне время на мою научную работу. Я использую мои информации по химии. Эмоции тоже химия. В многих моих книгах я рассказываю о эмоциях, о любви. Тоже как о химическом процессе. Я знаю, что происходит в голове, какие субстанции появляются в голове человека, как он влюблен или как он больше не влюблен в кем-то нибудь. Я знаю точно, я могу вам нарисовать, как они выглядят. Наука мне помогает очень много в моей литературе. Но трудно быть литератом, который может быть хорошим химиком. То есть легче быть химиком, который пишет литературу, но не наоборот. Наука очень важная для меня. В моих книгах почти всех один из героев и с ученым. Или двигается в мире науки. На университете, в институте, где-то нибудь с наукой. Это просто мне удобно. Потому что я знаю этот мир. Я бы о экономистах ничего интересного не написал. Я бы мог прочитать много об этом. Но это не было бы правдой. Но этот мир науки, этот мир университетов, я знаю точно. И поэтому использую это. Можно сказать, что вы своим примером навсегда примирите физиков и лириков. Можно. Пан Вишневский, вы впервые в Армении. Я должна спросить вас, конечно, о ваших впечатлениях. Что вы здесь увидели и что вы ожидали увидеть? Я много читал о этой стране. Просто всегда читаю о стране, в которой я лету. Никогда не был в Армении. Это правда. Я был в Центральной Азии. Я был в Казахстане, я был в Кыргызстане. Но никогда не был в Армении. Что мне в Армении нравится, это самые главные люди. Люди, которые открытые, которые очень эмоциональные. Очень толерантные, я бы сказал, в сравнении с другими странами. Но мне нравится тоже ваша... Она не может не нравиться кому-то, ваша история. Потому что, как это сказать... Армения для меня это так open-air museum. Где-то останется, есть какие-то храмы, какие-то исторические здания. Всегда есть история из вашей кроссы. Есть невероятная история. Есть абсолютная натура. Перфектно. Это мне нравится. Я приехал осенью. Есть невероятное светло, невероятные цветы. Мне все очень приятно. Я чувствую себя хорошо. Жалко, что у меня нет так много времени. Я так приехал буду теоретически только три дня. Но есть планы издать одну или две из моих книг на армянском языке. Прекрасно. Я хотела вас спросить, когда же вас будут помочь? Да, у меня есть теперь разговоры с издательством в Армении об этом. И если эта книга... Мы не знаем, что нам надо решить какую. Я бы не хотел, чтобы это было одиночество в сети. Потому что все уже прочитали. Может быть другую. Может быть новую книгу, которую я пишу теперь. Которая пишется. Первая будет старая книга. Но может быть вторая книга на армянском языке. Будет моя новая книга, которую я пишу. И она должна быть издана параллельно с русским изданием. Чтобы никогда не было так, что... Ну давайте сделаем рекламу. О чем книга? Расскажите пару слов. Это современная книга. Она должна называться «Отель». Вы знаете, я очень много путешествую. Как ученый, теперь как писатель. Я жил, может быть, больше, чем 2,5 тысячи гостиниц, отелей. Но просто я узнал, что люди в гостиницах, они другие люди. Они просто анонимные. Они делают вещи, которые бы никогда не делали дома. Или в своем области, где они живут. Или в своем городе. Они просто делают интересные вещи. И в этой книге есть сюжеты, которые случаются в номерах, в комнатах. Каждая глава – это номер гостиницы. Это люди, которые там приезжают. Приезжают бизнесмен с проституткой. Который имеет проблемы с импотенцией. Приезжают ученые, которые хотят получить новую степень. И хотят, чтобы кто-то ему не сделал. Плагиат. Приезжают женщины, которые бросили мужчину, который не был согласен с его успехом. Теперь в современном мире женщины очень успешны. И некоторые мужчины имеют невероятные проблемы с этим. Это… Она его любит. Он ее тоже любил. Или любит. Но не может… Не может ее… Акцептировать ее успеха. Потому что он не так успешный, как другие. Приезжает евангеликий священник. Священник. Который дедушка убил поляков в концентрационном лагере. Он хочет разговаривать. Он чувствует себя виноватым. Виноватым, да. Это дедушка, но он чувствует себя виноватым. И они в этой гостинице одной выходной что-то там нибудь случают. Они встречаются с собой в ресторане, где-то нибудь в лобби, в зале. И уезжают из этой гостиницы другими людьми. А счастливых людей там не будет? Будут тоже счастливых людей. Да, это правда. Вишневский писал о счастьях всегда. Так написали критики в Польше, что если книга у Вишневского 30 страниц, 31 несчастье должно быть. Будут очень счастливые люди тоже. О счастье… Я не пишу о счастье, потому что счастье скучное. Моя книга о счастье могла иметь 2-3 страницы максимально. После, на 4 странице было бы скучно. И счастье очень интересное. Так как толстый это сказал, так начинается на крайнем. Но я по-другому об этом. Я об этом узнал без толстого. Вы здесь в рамках фестиваля литературного. Литературный арк. Да, и предполагается, что авторы… Формат фестиваля таков, что авторы потом пишут отзывы об Армении. Собираетесь ли вы что-либо написать? И это опять будет касаться людей? Что это будет? Вы можете представить? Конечно, да. Я буду принимать в этом проекте. Что после этого короткого времени в Армении… Но я думаю, что приеду снова с этой новой книгой. Но да, я хочу мои раминестенции… Воспоминания. Что я чувствовал. Но это будет больше о людях, но о местах тоже. Потому что невероятные места, которых не можно увидеть в других странах мира. Но будет о людях, о атмосфере, о том, что я чувствовал, с чем я приехал, а все получил. Напишу. Спасибо вам большое за беседу. Пожалуйста. Очень интересно. Спасибо, что смотрите Сивильнет. Оставайтесь с нами. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.